Повысить экологическую безопасность, снизить выбросы в атмосферу и потребление воды. Все это обещает руководство завода по производству стекловолокна в Серпухове. Сегодня в торгово-промышленной палате состоялась презентация проекта реконструкции предприятия. В сентябре 2023 года Серпуховский завод по выпуску минеральной изоляции на основе стекловолокна сменил владельца. И в этом году на предприятии началась масштабная реконструкция. Компания Технониколь, крупнейший производитель теплоизоляции и строительных материалов, купила активы УРСА в городе Серпухов. И мы сегодня хотим рассказать о тех изменениях, которые будут. Мы полностью будем менять наши системы газоочистки. Это ближайшая перспектива конец этого года, начало следующего. Будем менять наш основной агрегат, это стекловаренная печь. И также мы будем менять электрофильтр, скруберы и все элементы, которые относятся к газоочистке. На презентации предприятия в торгово-промышленной палате Серпухова присутствовали заместитель главы городского округа Алексей Воробьев, директор МОСА Балаконом-мониторинга Константин Малащук, депутаты городского совета, а также представители территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области. УРСА известна для нашего города, является ответственным добросовестным налогоплательщиком. Большое количество рабочих мест у технологичных предприятий, но в то же время мы наблюдаем, и наши жители в какой-то определенной степени страдают, испытывают определенные неудобства относительно тех событий, которые, к сожалению, иногда возникают как технологические сбои на предприятиях. Модернизация рассчитана на два года и завершится во втором квартале 2026 года. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 4 миллиарда рублей. Что будет сделано? Первый этап – это модернизация системы газоочистки. Это основной, наверное, такой момент, который волнует, в частности, жителей города, потому что это те видимые газы, которые выходят из нашей основной трубы. Он разделен на два этапа. Первый этап – это капитальный ремонт камеры полимеризации и модернизация вакуумных камер. Модернизация системы процессной воды, мы уже ее провели, и, соответственно, вся вода, которая есть в процессе, она теперь работает по замкнутому циклу. Мы не сбрасываем в город воду, мы ее пускаем всю на нужное наше производство. Проектом модернизации также предусмотрена замена ключевого оборудования – стекловаренной печи и строительство новой ливневой канализации. Мы получили уже всю проектную документацию, у нас есть полное подтверждение финансирования этих проектов, нам просто нужно время для того, чтобы купить новое газоочистное оборудование и установить его. Мы готовы отчитываться о всех этапах проведенных работ, то есть мы готовы сделать этот проект открытым. Сейчас на заводе трудится 166 человек, выпускается почти 2 миллиона кубических метров готовой продукции в год. Отгрузки ведутся в Центральный, Уральский и Дальневосточный федеральный округа, а также в страны Центральной Азии и Закавказья.